добрый день друзья я хочу поведать вам удивительную историю произошедшую в моей жизни в ноябре 2019 года 2 июня 2019 года ушел из жизни мой любимый папа в городе хабаровске я был вынужден поехать для вступления в наследство квартиры в городе хабаровске в июне 2019 года мы оформляли нотариальное дело вместе с моей мамой в нотариате по улице запарина 1а член нотариальной палаты нотариус марина владимировна костина уже когда мы оформляли дело я заметил хищный блеск глазах марины владимировны костиной и это не случайно поскольку квартира на улице блюхера находится в престижном месте практически в центре хабаровска рядом с дендерария напротив торгово-развлекательного центра броска мол это сакральное место для современной хабаровской молодежи где она тусуется проводит большую часть своего досуга 10 сентября я прибыл на пмж город хабаровск и стал устроился на работу в дальневосточный юридический институт мвд россии до 15 октября все складывалось достаточно спокойно я ходил на работу делал свои будничные дела однако однажды выходя из подъезда я заметил что за мной прикрепился хвост за мной стали ходить так называемые топтуны явно криминальные наружности вот славянской в основном славянской внешности но были замечены и два субъекта азербайджанской внешности которые встречали и провожали меня до дальневосточного юридического института мвд затем фотографировали меня возле подъезда происходило так было происходило в частности 20 октября когда азербайджанец с первого подъезда я живу во втором подъезде сфотографировал меня достаточно откровенно и нагло входящим в дверь подъезда в ноябре стали поступать звонки на городской телефон который я игнорировал вот поскольку там явно были мошенники основном это было связано со стеклопакетами вот с просьбой посетить мою квартиру и устроить технический осмотр состояния пластиковых окон 15 ноября на мой мобильный телефон с красноярским номером поступил странный звонок где мужчина механическим голосом заявил что мой папа имеет неоплаченные долги которые необходимо оплатить в связи с этим требуется встреча поскольку я хорошо знаю что мой папа никогда не брал никаких кредитов никогда никому не был должен ему были все должны в течение всей жизни я отключил просто мобильный телефон и стал пользоваться вторым телефоном который недавно приобрел и этот мой новый номер никому не был известен кроме моей супруги через три дня нам на мобильный телефон красноярский моей супруги поступил звонок от нотариуса марины владимировны костиной которые вы выразила недовольство почему ваш супруг хабаровске отключил телефон однако жена у меня среагировал достаточно грамотно она заявила что муж находится не в хабаровске а в красноярске и когда будет нужно в декабре приедет и оплатит государственную пошлину 600 рублей которые связи с повышением тарифов неожиданно появилась в нотариальном деле после этого бандиты обнаглели в конец они стали долбиться в домофон затем они стали долбиться в дверь причем это происходило в 6 утра и пол одиннадцатого вечера то есть такой террор в течение трех дней они устроили естественно я двери не открывал поскольку все было понятно с этими притязаниями бандитов и что меня ждало бы ждала меня в том случае если бы я открыл двери 19 ноября 2019 года я хорошо запомнил эту дату потому что это мой профессиональный военный праздник день артиллериста и ракетных войск я услышал стук стекло кабинета в это время как раз работал над документами с ноутбуком когда я смотрел стекло то обнаружил что внешняя сторона стеклопакета повреждена причем такое ощущение что пуля как бы выдавила стекло внутрь стеклопакета вы можете это увидеть на фотографии на представленной фотографии как будто стекло превратилось и вязкую материю наподобие резины в которой это стекло и завязала причем пуля не смогла пробить второе стекло стеклопакета и странным образом исчезла в пространстве между стеклами как будто в черной дыре я думаю что снайпер пережил далеко не самые приятные мгновения своей жизни впоследствии я так не смог найти пулю затем я провел визирование поскольку положение шторок позволяло это сделать они в неизменном виде находились течение трех лет и я обнаружил что снайпер сидел на крыше соседнего дома и стрелял мне прямо в сердце поскольку в этом зазоре между шторами он мог видеть только мою фигуру в полный рост и соответственно стрелять в область груди я даже не успел испугаться но обратил внимание на следующее утро что топтуны исчезли то есть этот выстрел положил конец всем притязаниям бандитов они перестали меня преследовать благодарю за внимание